вам кажется что у вас заклеен рот вы как будто связаны по рукам и ногам говорить об этом трудно но и молчать просто невозможно психологическое насилие что это такое как с этим жить как из этого вырваться как разорвать этот порочный круг вот таких серьезных вещах будем говорить сегодня в программе качество жизни с ольгой метрофановой и мы начинаем наш гость сегодня любовь кузнецова это психолог с любовью мы встречаемся в студии уже не первый раз и я надеюсь что мы снова будем очень полезными нашим зрителям хотя тема сегодня может быть не такая веселая как в прошлый раз потому что когда мы говорим о насилии абьюз это насилие об этом мы сегодня говорить когда нас бьют когда человек получает какие-то травмы тут все более-менее очевидно тут закон на стороне человека тут можно какие-то правовые механизмы подключать и что-то с этим делать а психологическое насилие это часто то что скрывается даже за внешним благополучием и кому как ни вам не психологу об этом знать но просто ссоры просто недопонимание и абьюз наверное это вещи все-таки разные давайте вы как психолог сначала нам объясните где же заканчиваются просто недопонимание между людьми и начинается то что называется психологическим насилием как отличить ну ссоры недопонимания это вообще незаменимая вещь в отношениях на самом деле она прекрасна когда она есть но когда она не переходит определенной рамки когда осуществляется насилие над человеком именно морально эмоционально когда это постоянное принижение когда это постоянно человека гнетут за то что он сделал не так хотя в принципе он сделал все так как считал нужен да вот это уже идет насилие то что люди поссорились это ничего страшного они потом помирились то есть каким должно быть состояние тогда человека который это испытывает на себе да мы поссорились мы какое-то время злимся огорчаемся тогда насилие психологическое насилие во первых она наверно должно быть какой-то более длительное во времени и при этом сам по себе человек который испытывает это на себе он тоже но это не просто огорчение это не просто раздражение которое проходит через несколько часов там в принципе вы все правильно сказали что ссора на кратковременная и она уже там через какое-то время она проходит и я сомневаюсь что она оставляет какой-то мимоверный след как чувствует себя человек подвергшие психологическому насилию именно до абьюзивному я не могу сказать то что я не нахожусь таких отношений но в основном и когда люди обращаются дар с этим вы наверняка можете определить вот из практики подавлен он не верит в себя что еще происходит с таким человек вот это все что вы перечислили это ужасно низкая самооценка это ощущение себя ничтожным это постоянно чувство вины что я делаю не так почему отношения были прекрасными с какого-то момента стало все рушится и это моя вина потому что абьюзеры они ведут себя так что тот человек который рядом с ними всегда чувствует себя виноваты здесь постоянно чувствовали тогда как понять что это с тобой происходит да не когда ты уже подавлен когда ты понимаешь что все плохо отличить вот этого самого человека с которым и действительно ли есть такая категория вот людей которым в принципе нужно как-то гистая реализовываться через того что они подавляют друг друга да или вот так какая-то потребность у них вот этих вот психологических насильников давайте назовем смотрите какая вещь люди могут прожить 20 лет в браке и не понимать что они подвергаются психологическому моральному насилию то есть как вообще это получается сначала абьюзер находят себе женщину которая расклад чаще всего что психологический насильник это мужчина в основной женщина в основном большинстве случаев так но бывает и наоборот но большинстве случаев так то есть мужчина находит себе более ну как сказать статус не более как бы если первого сорта так сказать женщину до который хочет стянуть она лучшая во всем и если он достигает ее уровня то тогда лучшим становится он но у него есть такое свойство что начинает срабатывать сценарий и тогда он поедает эту женщину и он должен быть выше нее и на сценарий срабатывает почему на ли как мне хочется для того чтобы человек который рядом с ним был счастлив и точно так же добивался успехов что это за сценарий так сценарий который сформировался у него с детства это же убеждение принципы которые вкладывались это все идет из детства абьюзеры они но не просто так вот человек стал насильником да хотя он этого не понимает он никогда этого не признает абьюзер никогда не признает что он абьюзер никогда такого не будет то есть это подвергавшиеся постоянному насилию в детстве от родителей от бабушек унижением на улице очень часто когда ребенка прилюдно унижают бьют оскорбляет и то есть да там а если еще отпарывают при сверстиках то это уже в будущем вот они корни этого явления все безусловно в детство уходит в детство это формируется как происходит психологическое насилие опять же если мы не видим он раз прямой агрессии тут все более-менее понятно человек не поднимает руку в семье все может быть но достаточно благополучно да все работают то есть социальные вот с точки зрения оценки тех же сосуд семья может быть приятная абсолютно благополучно во всех отношениях то есть все работают никакие они социальные там не пьющие не ведущие какой-то нездоровый образ жизни но при этом что происходит в семье при этом мы никогда не увидим что женщина жертва потому что абьюзера при людях ведут себя просто идеальными мужчинами они всегда находятся рядом они такие галантные дверь они в машину откроют и за столом фужер вино нальют и они будут дарить цветы ну при других людях да то есть там будет все комплименты и все 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 но только стоит прийти домой как у них вот эта маска спадает и там уже начинается постоянная контроль и постоянные упреки женщина не такая вдруг она стала что-то физически вне стало не тогда это постоянно трактового пути но в основном вот прям вот в ту сторону что да вот у тебя не такая папа у тебя не такие руки у тебя не такой стал макияж у тебя не такие волосы вот все стал в женщине не так ту женщину которую восхищали два часа назад на улице просто превозносили при других это постоянно контролем это постоянно куда-то пошла что-то сделала где-то было сколько денег ты потратила то есть постоянно вот жить в том что ты должна отчитываться каждую минуту что куда ты потратила какие деньги ты вообще где-то где чек и так далее это очень тяжело но и также ты неправильно воспитываешь детей ты неправильно ведешь хозяйство больше ты сварила не так чайник ты вскипятила не так вот моя мама сказала ты должна делать так то есть женщина в отношениях с абьюзером она угождает не только ему она угождает маме его папе и вот еще его собаки понимаете тут очень замкнутый круг женщина теряется вообще полностью в отношениях живет отношениями мужчин как дальше может развиваться ситуация в идеале надо бежать из этих отношений для начала нужно осознать что вот мои отношения именно то о чем мы сейчас говорим как бы да ну поэтому я говорю что это осознание настолько настолько но приходит не скоро что люди прожив браке 20 15 10 лет могут сказать что да я нахожусь в этих отношениях но только спустя время потому что абьюзера они потрясающе ухаживают за женщиной они влюбляют то есть получается как если на за тобой очень внимательно ухаживать с цветами прекрасным конфетно-букетным периодом и кучей комплиментов это должно насторожить женщину я считаю что да это должно насторожить женщину вот водка да даже вот такой вот особый момент получается когда мужчина очень редко резко говорит все ты будешь моей женой через два дня он повел тебя знакомиться с мамой с папой да и говорит все мы завтра расписываемся и быстро рожали детей ну в принципе может быть идеально конечно может быть это прекрасно у кого-то так есть но как-то странно знаете как ну вот почему так резко почему такая необходимость потому что мужчине влажен важно ему абьюзеру очень важно ощутить контроль что вот эта женщина его под властью и когда она рожает ему ребенка значит она полностью зависима от него то есть насилие она основывается вернее лежит в основе до что носили неуважение то есть когда человек завладел полностью взял контроль до носили же психологический абьюз бывает экономические сексуальный абьюз физический абьюз это несколько видов абьюза и какой в семье будет присутствовать знает только сам абьюзер но он полностью подчиняет себе женщину со всех сторон и внушает ты с ребенком никому не нужна ты с ребенком будешь моей и кто кто тебя возьмет то есть понимаете он обрубает ей все концы да и внушает ей что она никому не нужна принципе очень даже такое систематично и схематично и даже я бы сказала отношения в которые повторяются у многих семья что с этим делать вы сказали мордка сказали то что надо уходить во первых признать во вторых уходить но вообще решиться на такой шаг особенно когда тебе может быть годами говорили что ты финансово не сможешь содержать себя и своих детей когда ты такая стала непривлекательная на себя никто даже не посмотрит ты ничего не можешь ты совершенно человек никчемный и если человек действительно начинает в это верить то наверно тем сложнее сделать вот этот вот шаг конечно и поэтому женщины живут по 10 по 20 лет в таких отношениях и а мужчины питаются ими то есть сначала вот из практики могу сказать что приходит женщина вы не представляете какой я была я была независимая была цветущей у меня буду жизни все у меня свои карьеры у меня деньги у меня машины когда мы стали с ним он так за мной ухаживал он решал все мои вопросы проблемы но это какой-то период времени это нужно абьюзера для манипуляции для того чтобы в дальнейшем ну как бы говорить я делал для тебя все и посмотри что теперь ты делаешь для меня ну как бы такой вот момент и женщина начинает ковыряться в себе правда что это такое же все дело значит я что-то делал не так тогда пошло уже самопоедание бедный он мой несчастный и наверное действительно виновата я и тогда она идет и начинает работать над собой но вы представьте она просто закрывается в себе и постоянно слышит такая она ужасная плохая но пытается разобраться что же случилось не так как сделать этот шаг как понять что что чаще всего становится толчком либо люди так и продолжают жить годами но тогда получается разговор наш сегодняшний бессмысленный если мы не можем ничего сделать не можем показать человеку его же отношения со стороны и не можем подсказать как вести себя дальше здесь знаете наверное самое важное что нужно сделать самому самой женщине это безусловно же признать вот когда она осознает что это действительно отношения абьюзивные я так больше не хочу я так больше не могу тогда она заявляет об этом сама для себя во-первых решить да и она будет из этого выходить из этого выходить очень тяжело без поддержки специалистов это практически нереально потому что многие пары идут на терапию и здесь ну как бы абьюзер очень легко соглашаются эти терапии они приходят вдвоем для того чтобы решить как им кажется общие проблемы да но тут очень такой большой маленький подвох когда женщина рассказывает да ну к примеру что она уже ждет она смотрит какой он придет она прочитывает его настроение на прочитывает его состояние если он нормальный то тогда я могу заговорить особенно если на терапия на терапии очень часто вскрываются детские какие-то травмы что случалось чего я боюсь и так далее то это становится большой подпитка для абьюзера чем потом можно эту женщину уколоть чем можно ее травмы и и страхи и и печали поэтому на терапию по вот в абьюзивных отношений необходимо ходить одному по статистику всего два процента мужчин ну начинают так сказать бороться с собой разбираться почему только два процента и только ноль целых восемь десятых процента доходит до результатов практически это никаким образом ну не изменить человеку которого уже убеждение ценности что женщина не такая как он скажем так вот у меня что она имеет правда что она вообще не как минимум радоваться да как минимум принимать какие-то решения и так далее люб смотрите мы говорим вы сказали что очень малое количество людей которые действительно способны меняться но мы сейчас все время смотрим со стороны жертвы на эту ситуацию может ли случиться что человек сам осознает что вот эти вот черты насильника присутствуют в нем ведь опять же не всегда это мужчина да это может быть начальник это может быть отношение там может быть мама и взрослого ребенка это могут быть отношения там чаще и зятя корили свекрови и невестки как это происходит происходит в классических анекдотах потому что поток критики там как правило бывает но достаточно мощный но опять же это то о чем мы говорим или это все-таки разные вещи и как обнаружить этого насильника в себе потому что мы все тоже может быть не белые пушистые может быть нашим близким с нами некомфортно может быть и такое вот если представьте ситуацию да вот допустим ну вот возьмем у меня есть и у вас есть какие-то моменты вот из которых я перечислю до что вы находите в себе вот что вы будете делать вы будете сразу это менять вы признаете что вы насильник ведь это же не только оцениваться по каким-то моментам ситуативным да там если вы что-то как-то кого-то обидели или там повысили это не взять что вы насильник что вы абьюзер это же нет то есть это когда подпитка постоянно энергетическое принижение унижение ущемления другого человека тогда да тут вот и есть небольшая вернее небольшая на огромная разница когда мы ссоримся и во время ссор мы можем сказать там да но что-то очень импульсивно у нас будет какой-то импульс тому что-то сказали потом осознались сказать слушай прости да ну был неправ а абьюзера не так никогда не делают получается что абьюзер это человек для которого часть его самореализации она происходит вот за счет унижения за счет притеснения критики другого человека он живет за счет этого он живет за счет того что он пытается жертвы и и ну как бы сказать так метафорически и энергии тогда может быть можно его переключить на что-то ну в самоутверждайся в профессии самоутверждается в спорте самоутверждайся еще в чем-то в творчестве например вот если ты понимаешь что рядом с тобой такой человек вариант бежать это один вариант вариант предложить ему какой-то вариант самореализации за счет которого вы смотрите по проживанию в семье допустим немножечко станут мягче и ровнее попробовать можно все но дело в том что пробовать можно годами понимаете и тогда человек теряет себе полностью к огромному сожалению из практики могу сказать что очень много женщин которые приходят потом восстанавливаться да или вообще вот случилось у них разрыв да и по и понимаю что там полностью абьюзивные отношения они понимают что они потеряны сами для себя они не знают чего они хотят они не знают что вообще с ним происходит куда деле к делась то там маша валя света которая была до отношений с мужчиной все как в тумане потому что чувство вины которая взращивает в ней абьюзер она настолько велико что как будто бы он вот что действительно на как будто бы виновата тогда наверное очень важный момент это то что называется профилактика но если это вообще уместное слово в такой ситуации потому что когда женщина только входит в отношения на что обращать внимание но я уже поняла для себя да что как какой-то слишком резко эмоционально такой такой всплеск до фонтан фейерверк когда тебе сразу за два дня и цветы и конфеты и полеты в венецию и золотое кольцо с бриллиантами только выходить за меня замуж прямо завтра это то что должно насторожить потому что нормальный человек приходит так и вот так такому решению постепенно это человек о котором хочется узнать это выяснять что у него было допустим какой-то не очень благополучный опять же вот в таком психологическом смысле в эмоциональном смысле детства что еще выдает как еще может выдать себя абьюзер и как мы поймем что вот здесь совершенно точно не нужно ничего серьезного строить смотрите сейчас немножечко хочу наверно поправить да то что оставляем процент для тех мужчин которые ну прям вот увидели влюбились и они на самом деле адекватные и для того чтобы мужчина здесь да как же не начать бега и красиво ухаживать вот все правильно смотрите давайте разграничим то есть если мужчина начинает очень агрессивно отзываться о своих прошлых отношениях они безусловно были если он просто вот прям аж со злостью сейчас в ваших отношениях говоришь про то говорит про то но это номер один о чем стоит задуматься то есть почему он так говорит о той женщине почему столько злости агрессия ревность постоянная ревность если а где-то было куда-то пошла с кем-то пошла почему-то пришла не в 11 а 2 минут 12 ну вот вот в такой вот плюс даже контроль далее если мужчина рвется вот вам не нужно допустим чтобы он делал какие-то ваши там дела поступки дела до какие-то а он прям вот ну вот настаивать и все я щас это сделаю то есть принимает участие во всех сферах жизни так даже там где мы можем да даже это вот по я говорю ну не надо у меня ну надо ну вот но не надо с одной стороны это хорошо это может нравиться вначале а потом это настолько наступает на женщину что она чувствует себя ущемленный ну как бы я просила мне этого делать а ему это необходимо для того чтобы потом манипулировать этим я для тебя делал а ты теперь ведешь себя вот так вот так вот так да то есть ему нужно какой-то инструмент чтобы жалить ее в дальнейшем поэтому он очень рьяно пытается взять на себя всю ответственность но я опять оставляю процент для нормальных адекватных мужчин которых много и страниц очень вам и не хочет помочь да все оставляет процент вообще мужчина который ведет себя по-разному в обществе с вами и наедине то есть об этом тоже это тоже такой маячок что ну что-то здесь не так что то тут что что это так вдруг он не дарил цветы а потом он меня критикуют что я там с тем-то потанцевала или ну что то здесь уже не неправильно то есть если это все складывается вместе то наверное это тот самый человек который в будущем сможет психологически вас подавить вы стали говорить о том какими женщины выходят из этих отношений потому что до получилась этот разрыв это расставание они приходят к вам и и наверняка как в случае с любым с любым насилием как случае с любым заболеванием человеку просто нужно время на реабилитацию как происходит восстановление человека который пережил психологическое насилие это очень тяжело это не быстро а человеку как минимум необходима поддержка и поэтому человеку одному очень тяжело справиться с его состоянием и и я рекомендую всегда этик специалисту который поможет поддержит и вообще покажет путь куда направляться дальше человек вышедший из этих из этих отношений он слабый он не понимает своей ценности он не понимает своих желаний он не понимает что он хочет вплоть для того и любит ли он чай или кофе человек настолько потерянный что у него нет даже своих ценностей и тогда в общем как представить это пусто пустота внутри и вот эту пустоту мы постепенно возвращаем но если сохраняется контакт с абьюзером то тогда он будет это видеть он будет очень долго пытаться завоевать отношения внимания позитивные изменения которые происходят жертве они для него просто как смертельная рана он будет очень хотеть вернуть ее для того чтобы пытаться попитываться дальше поэтому в момент терапии необходимо прервать контакт полностью с абьюзером да и вообще прервать с ним контакт ограничиться он будет настаивать дарить цветы он будет делать все возможно чтобы его жертву вернули это тоже выбор за женщин идет ли она в новую жизнь или продолжает она отношения с человеком который будет вести себя точно так же как вел до терапии как часто люди возвращаются в нормальной жизни из вашей практики буквально в нескольких словах это реально пережить психологическое насилие и вновь стать счастливым сколько процентов вернулась в отношении сказать не могу потому что после терапии они выходят и как дальше я к сожалению не знаю вот но надеюсь что они меняют свою жизнь не идут уже без этих отношений в основном 50 на 50 то есть люди начинают женщина начинает ходить на терапию она начинает прорабатывать потом она чувствует что она стала сильнее она чувствует что она наполнилась в этот момент выскакивает этот мужчина она он говорит и как он ее любит как она ему нужна важная что она богиня и все она чувствует себя богиней и она понимает ага я уже сильный он не сможет меня сломать и очень часто в этом моменте он забирает уже под на под такую наполненную более метку то можно больше брать энергии то есть если она заново туда уходит то нужно терапии не возвращается я поняла люб спасибо большое честно говоря я даже не знаю что сказать заключение нашим зрителям потому что тема действительно достаточно серьезная наверное просто если они что-то из того о чем мы говорили сегодня вдруг увидели в себе то что им делать в себе в своих близких в отношениях в своей семье как нам быть куда им идти им важно самим понять хотят ли они другой жизни или нет хотят ли они других отношений если женщина говорит я живу ради детей я живу ради мужа так надо но мне жалко тогда искренне эту женщину и мне жалко и детей потому что дети живут в насилии и они несмотря на то что они на них там папа не орёт не кричит они подвергаются такому же психологическому насилию как и мама просто мама этого не осознает здесь нужно брать детей и уходить нужно смело идти к специалистам для того чтобы ему помогать отсюда вырываться большое спасибо опять же я теряюсь что сказать нашим зрителям финале наверное мне просто хочется чтобы они знали об этом для того чтобы в их жизни этот момент никогда не случился поэтому спасибо уже за то что мы помогли им сегодня узнать чем больше и конечно хочется пожелать всем счастья мира и добрых понимающих людей рядом какими они будут зависит только от вас это была программа качество жизни с Ольгой Митрофановой на телеканале новый век о том числе на это было лимитом лимитом